Результаты анализов Джорджа. Тебе они не понравятся. Не может быть. Активность нейромышечных связей зашкаливает, а в крови смертельно опасная концентрация гормонов роста. С таким не живут. Повтори анализ. Дэвис, уже трижды. С каждым разом показатели только возрастали. Мы не можем это замалчивать. Защитники животных начнут задавать вопросы. Я не ответил на правительственный звонок. Как мне быть? Что сообщить людям? Ничего не говори. Он этого не делал. Посмотри, он ведь сам жертва. Дэвис, он убил гризли, переломил ему шею, как зубочистку. Слушай, при первом признаке агрессии мы должны обеспечить изоляцию, что мы сейчас и делаем. Но ведь это не по правилам. Дэвис, посмотри на него. Так я осматриваю... Внимательнее! Это не тот Джордж, которого мы знали. Если мы сообщим об этом, они убьют его. Я не могу этого допустить. Я потяну с этим сколько смогу. Хорошо. Спасибо. Я разберусь с этим, Джордж. Обещаю. Народ, послушайте меня. Надо найти человека, который точно знает, что это такое. Я нашел ее. Нет, вру. Она сама нашла нас. Вы, должно быть, Дэви Сакойи. Спасибо за помощь. Какую помощь? Я Кейт Колдвелл, ученый генетик из Энерджин. Вы нашли мои опытные образцы. Вы про это? О, да, именно. Вы ведь проверяли их на наличие остаточных частиц? Да, конечно. Я всегда так делаю, когда у нас в отделе появляется что-то новое. Эми, надо проверить на наличие остаточных частиц. Я хотела бы забрать... А я бы хотел получить ответы на свои вопросы. Например, что происходит с моим другом. А, ну, я... Я не имею права обсуждать это с вами. О, что ж. Тогда... Значит, мы не сможем помочь друг другу. Приятно было познакомиться. Нельсон, проводи. Он продолжает расти, не так ли? Ужасающими темпами, да? Возросли сила, ловкость и скорость. Демонстрирует уровень агрессии, нетипичный для его вида. Идемте со мной. Вчера он был 2 метра и 230 килограммов. А сегодня уже 2,70 и почти полтонны. Ага. Его шерсть. Он альбинос. Единственный из всех живущих сейчас горил. Он знает язык жестов? Да, знает. И он голоден. Народ, надо покормить Джорджа. Все в порядке. Сейчас принесут. Ну, конечно, все правильно. Он умирает с голоду. Он ведь так быстро растет. Правильно? Вчера он убил медведя Гризли, самого сильного хищника на планете. А теперь скажите мне, Кейт, почему это правильно? Знаете про короткие палиндромные повторы? Да, генная инженерия. Генная модификация, скорее. Я говорю о весьма специфических результатах. Вот, смотрите. Аколы растут всю жизнь. Их рост никогда не прекращается. А если взять этот ген и совместить, скажем, с темпами роста голубого кита, силой жука-носорога и скоростью гипа... Получится сбитая с толку горилла, которая может убить Гризли. Мы разработали множество различных генных комбинаций, так что изменения могут быть совершенно непредсказуемыми. Я все понимаю, но это по-прежнему не объясняет, почему он вырос в два раза. Еда нужна как можно быстрее. Эта технология позволяет менять ДНК только одной клетки за один раз. Но я разработала систему, которая быстро распространяет изменения на каждую цепочку ДНК в организме подопытного. Мистер Акои, послушайте. Я единственная, кто может вылечить его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова